Мы все прекрасно помним, как много раз глава ОПГ Озера грозился вывести российскую обсервацию в топ-5 экономик мира. Более того, некоторые могут припомнить недавние слова так называемого помощника президента РФ по экономике Орешкина. Этот уникум заявил, что цель войти в пятерку крупнейших экономик мира формально выполнена. Правда, помог в столь непростой миссии не гений Вовы Бункера, а коронавирус, который доставил немало хлопот и западным странам. Поэтому российские чиновники залихватски бахнули освещенного боярышника и нарисовали от балды экономические показатели. Согласно этим каракулям, финансовый и промышленный секторы РФ якобы не так сильно пострадали от глобального кризиса и, как результат, Мордор влетел на коне в пятерку сильнейших. Вот только на поверку оказалось, что не конь это был, а скорее пони, и вместо экономического молота у Путина разбитая бутылка премиальной сеченской нефти и вечно угашенная Машка Захарова. В такой ситуации через прохудившиеся штанишки президента раз за разом проскакивает голая правда. И она не сулит россиянам ничего хорошего. Мы неоднократно отмечали катастрофическое падение доходов от нефти и газа, которое настигло деревянную империю Путина в 2020 году. К примеру, только в третьем квартале денежный приток от продажи черного золота упал на 51%, а газовая подушка просела на 43%. Это привело к потере миллиардов долларов и затронуло смежные сектора, которые подпитывались за счет сырьевого сектора. И как бы сладко не пели с экранов ТВ сливные бачки Кремля об уверенном прохождении глобального кризиса, на самом деле московским петушкам не до шуток. Ситуация настолько плачевна, что даже полностью ручная счетная палата не может скрыть черные дыры, которая поглощает запоребрик. На днях главные счетоводы страны опубликовали отчет, демонстрирующий всю красоту путинской экономики. Согласно этому документу, прогнозы российского правительства не имеют ничего общего с реальностью. Сокращение ВВП в 2020 году составит 4,8%, а возврат на докризисные позиции, которые и так не отличались радужными перспективами, при самом оптимистичном сценарии произойдет в 2023 году. И здесь важно отметить, что счетная палата формирует этот прогноз, ожидая в ближайшем будущем увидеть просто-таки смешную цену на нефть в 55 долларов. Черное золото прямо сейчас передает привет счетоводам Мордора, опустившись до 38 баксов. Не остался в стороне и Международный валютный фонд, чьи эксперты констатировали стремительное падение уровня жизни россиян. По итогам 2020-го деревянное государство заняло 68-ю позицию в мире по ВВП на душу населения. Всего за год этот показатель упал на 14%, а в ближайшие пару лет РФ скатится на 70-е место. Однако особый интерес представляет постковидный рост экономики, который будет в два раза медленнее общемирового. Если же сравнивать темпы восстановления с развивающимися странами, Турахляндия отстанет втрое. Как мы видим, перспективы так себе, и это далеко не конец. Дело в том, что вторая волна глобальной пандемии привела к нестабильности на нефтяном рынке. Реагируя на негативные новости, руководство ОПЕК готовится продлить сделку по добыче нефти. Инсайдеры сообщают, что соглашения могут пролонгировать до 2022 года, сохранив действующие ограничения на уровне 7,7 миллиона баррелей в сутки. Думаем, нет необходимости объяснять, как отреагирует экономика Запоребрика и пятая точка Путина на требование Саудовской Аравии продлить кабальную сделку ОПЕК+. Это мгновенно ускорит полет российского нефтесектора на самое дно, где уже лежит газовая отрасль Кремля. Все это подводит нас к замечательной статистике, опубликованной страховой компанией «Росгострах жизнь» и «Центром перспектива». Согласно отчету, более 45% россиян живут с доходом ниже 15 тысяч рублей. То есть почти половина граждан дубового царства Владимира Путина находятся в шаге от нищенства. Но это не мешает преступному режиму финансировать военных преступников в Сирии, Ливии и Украине. И, разумеется, не стоит забывать про щедрые поставки вооружения и взрывоопасной гуманитарки в Армению, которую поставил на колени Азербайджан. Видимо, это и есть тот самый прорыв, обещанный любимым вождем ватных голов. С другой стороны, при таких доходах и заоблачных перспективах гораздо легче отправляться в путинский рай. Там, видимо, все необходимое выдают на месте, а это значит, что последнюю рубашку, кусок хлеба и пачку валидола нужно оставить заботливому правительству. Вот только, глядя на российских чиновников, не скажешь, будто они собрались в этот самый рай. Видимо, у них свои приоритеты на будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok